Привет всем, с вами Кик, и эту технологическую неделю мы начнем с уникальной атомной батареи, которая поместится в ладони и прослужит 20 лет. Дальше вас ждут невероятные скорости из Лондона, которые позволят за 20 секунд скачать всю медиатеку из Netflix. Мы с вами увидим первый внедорожник от Люси Тейр, у которого нет названия, но который уже дергает за нервы инженеров Тесла. Мы окунемся в невероятные воздушные баталии между ИИ и настоящим пилотом истребителя и увидим прототип посадочного модуля на Луну от Blue Origin. Все это и многое другое после короткой рекламы. Друзья, этот год запомнят все. Пандемия, кризис, продажи, которые упали ниже некуда и сильнее всех ударило по Китаю. Поэтому продавцы делают большие скидки. Вы слышали про распродажу 11.11 от Алиэкспресс? А знали ли вы, что за два дня россияне закупились на 17,2 миллиарда рублей? Это выходит по 350 миллионов рублей в час. Зачем мы все это говорим? Сейчас близится вторая по размеру летняя распродажа с 24 по 28 августа, на которой продавцы будут делать цену еще ниже, а кэшбэк от Letyshops будет еще выше, до 25%. Горящий кэшбэк от Letyshops это новая революционная технология, которая позволяет делать кэшбэк в несколько раз выше. Однако учтите, что количество активации ограничено и есть пара часов на совершение покупки. За каждый кэшбэк с Алиэкспресс до 31 августа вы получаете билеты и участвуете в розыгрыше. 100 призовых мест по 100 долларов и одно на 1000 баксов. Больше билетов – больше шанс выиграть. Так что обязательно переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь в Letyshops, забирайте горящий кэшбэк себе и параллельно участвуйте в конкурсе. Сегодняшний выпуск мы начнем с прорывной технологии, которая родилась, не угадайте, в Миссис. Ученые представили инновационный автономный источник питания, а если быть точнее, компактную, внимание, атомную батарейку, которая может работать до 20 лет. За счет оригинальной 3D-структуры бета-вальтаического элемента ее размеры уменьшились втрое, и она без проблем помещается на ладони человека, а удельная мощность повысилась в 10 раз. В конструкции устройства используется оригинальная запатентованная микроканальная 3D-структура никелевого бета-вальтаического элемента. Ее особенность в том, что радиоактивный элемент наносится с двух сторон так называемого планарного PN-перехода, что позволяет упростить технологию изготовления элемента, а также контролировать обратный ток, который крадет мощность батареи. Батарейка может быть применена в нескольких функциональных режимах в качестве аварийного источника питания и датчика температуры в устройствах, используемых при экстремальных температурах и в труднодоступных или даже совсем недоступных местах. Ну, например, в космосе, под водой или в высокогорных районах. В настоящий момент разработчики завершают процедуру международного патентования и изобретения, а само устройство уже признано зарубежными экспертами. А тем временем в Лондоне, который в особенности известен как Capital of the Great Britain, установлен новый рекорд скорости передачи данных по оптоволоконному кабелю. Скорость это 178 терабит в секунду или 178 тысяч гигабит в секунду. Новая планка была взята на оборудовании университетского колледжа Лондона. В эксперименте также участвовали инженеры британской компании XTERRA и японской KDDI Research. В достижении рекордной скорости помогли новые технологии, которые позволили намного сильнее сжать объемы информации, передающейся через существующие оптоволоконные сети. Этой новой скорости достаточно, чтобы за секунду загрузить 200 фильмов в разрешении 4К и взорвать свой накопитель к чертям. Вся медиатека Netflix скачается за 20 секунд, а все ролики с YouTube, общий объем которых составляет около 400 тысяч терабайт, за 37 минут. 178 терабит в секунду — это в 17800 раз быстрее самого скоростного интернет-подключения, доступного пользователям. Если пропускная способность большей части современной инфраструктуры ограничена 4,5 терагерцами, то новые разработки позволили увеличить частоту передачи сигнала до 16,8 терагерц. При этом новые технологии могут быть довольно легко интегрированы в уже выстроенные телекоммуникационные сети. Вместо того, чтобы заново прокладывать оптоволоконные линии, будет проще и дешевле поменять только усилители, которые ставятся каждые 40-100 километров. У детища Илона Starlink, как видно, новый конкурент. Но не у него одного. Компания Lucid уже давно готовила к выпуску электрический седан Air, который должен стать грозным конкурентом Tesla Model S. Эту модель официально представят 9 сентября, а следующий этап — это уже розничные продажи. Но достаточно большой неожиданностью стал выпуск на дороге общего пользования премиального внедорожника Lucid, который составит конкуренцию Tesla Model X. Новинка еще даже не имеет названия, но некоторые кадры с ним уже попали в сети, выглядит он вполне серийно. А еще достаточно брутально, со своими огромными колесами, юбкой из неокрашенного пластика, узкой светотехникой, квадратными арками и встроенными рейлингами на крыше. Судя по габаритам, платформа у Air и внедорожника одна. Вероятно, и в техническом плане больших отличий быть не должно. И в таком случае крайне вероятен дебют кроссовера одновременно с седаном в начале сентября. Кроме этого, компания Lucid Motors рассказала о новых стратегиях, которые помогут ей обойти Tesla не только по запасу хода. Теперь стало известно еще о ряде особенностей Air. Во-первых, система ускоренной зарядки позволит пополнить запас аккумулятора со скоростью 32 километра за минуту. То есть 20 минут зарядки дадут 640 километров пробега. Это значит, что Lucid Air будет заряжаться быстрее всех электромобилей, имеющихся в продаже. Кроме того, компания намерена использовать старые аккумуляторы для хранения энергии. Первый прототип уже установлен в штаб-квартире Lucid в Калифорнии. И раз речь пошла об отменных тачках, мы не могли пройти мимо представленного в 2017 году гиперкара Mercedes-AMG One с силовой установкой от болида Формулы 1, которого только-только вывели на ходовые испытания. Ожидалось, что клиенты получат свои серийные машины уже в 2019, но тесты предсерийных прототипов начались только в этом году. Как сообщает немецкий автопроизводитель, в настоящее время закамуфлированные прототипы Mercedes-AMG One проверят заводские испытатели на полигоне концерна Daimler в Эммендингене. По завершении этой фазы тестов гиперкары выйдут на Нордшляйфе, где пройдет очередная стадия доводки автомобилей. Заявлено, что отдача бензоэлектрической силовой установки Mercedes-AMG One, в состав которой войдут сразу пять двигателей, составит более тысячи лошадиных сил. Mercedes-AMG One, выпуск которого был приурочен к 50-летию подразделения AMG, соберут в количестве 275 экземпляров. Все автомобили были распроданы еще до официальной премьеры. Заявленная стоимость каждого гиперкара составляет 2,2 миллиона евро. Заявлено, что в тестах Mercedes-AMG One примет участие в том числе действующий шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который внесет свой вклад в доводку серийной версии машины. Погнали дальше! Epic Games поплатилась за свой дерзкий ход удалением Fortnite из App Store, и скачать ее не получится. Пользователи, которые установили проект до инцидента, все еще могут играть в королевскую битву на своих iPhone, ну или продать в три дорога. И это не шутка. На eBay появились объявления о продаже iPhone с установленной Fortnite. Местные предприимчивые пользователи быстро учуяли шумиху и решили попробовать свое счастье, пока хайп только набирает обороты. Если написать в поиске iPhone Fortnite, то найдутся довольно интересные лоты. Один из пользователей eBay решил продать свой iPhone XS Max на 512 гигабайт с установленной Fortnite за 24 тысячи долларов. Остальные продавцы решили не наглеть, но предложения впечатляют. Один из пользователей даже решил продать свой старенький iPhone 8 с Fortnite за 2000 баксов. Также ведутся торги на iPhone 11 с 256 гигами с Fortnite со стартовой ценой в 950 долларов. Если же захотите купить без торгов, то тогда готовьтесь отдать 2700. Дальше у нас в меню искусственный интеллект, разработанный компанией Heron Systems, который со счетом 5-0 одержал чистую победу в симуляции воздушного боя против настоящего пилота-истребителя F-16 в рамках соревнований Alpha Dog Fight Trails. Их организовало Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, DARPA. Перед этим он одержал победу над всеми остальными ИИ-алгоритмами, представленными другими командами. В течение трех дней, в рамках которых длились соревнования, в симуляторе воздушного боя сошлись несколько ИИ-систем. Они продемонстрировали свои способности по управлению истребителем F-16, а также в уничтожении условного противника в ходе классического воздушного боя. Примечательно, что свои разработки 9 команд, принявших участие в соревнованиях, представили менее чем за год с момента анонса программы в сентябре 2019-го. И какой же кик без космоса? Как мы знаем, NASA находится в предвкушении нового запуска людей на Луну. Вчера агентство стало еще на шаг ближе к этой миссии. Национальная команда Blue Origin LED Human Landing System представила NASA прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить американских астронавтов на поверхность Луны. 12-метровый макет состоит из двух компонентов — взлетной и посадочной ступени. На данный момент прототип станет главной платформой для тестирования операций экипажа. То есть на нем будут проводиться испытания высадки астронавтов и оборудования, а также обратной посадки на него. NASA планирует проверить эргономику кабины, углы обзора, а также понять, насколько удобно входить и выходить с корабля в громоздком скафандре. Прототип был доставлен в NASA в рамках проекта Human Landing Systems, в котором космическое агентство заключило контракты с тремя компаниями — Blue Origin, SpaceX и Dynetics. Из всех трех партнеров Blue Origin отхватила самый большой кусок финансирования в 579 миллионов долларов. Dynetics получил 253 миллиона, а SpaceX всего-то 135 миллионов долларов. Для компании Илона Маска это первая поддержка космического корабля Starship со стороны NASA. Эти гранты были представлены в апреле, следующий раунд контрактов должен состояться в конце осени, однако пока не ясно, сколько проектов NASA сможет поддержать. И на этой космической новости мы и закончим сегодняшний выпуск. Спасибо всем, кто провел это время с нами. Не жалейте лайков, активно подписывайтесь и, конечно, не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать наши выпуски. А также присоединяйтесь к нашему инстаграму с самым крутым техноконтентом и телеге с самыми быстрыми новостями. Увидимся очень скоро. Пока!